HTC Desire 320EEA Мы уже сшили 310-ю видео, я по-моему еще не выложил Ну смонтирую, выложу А это 320-й, забиваем прям модель вот наш 320EEA Так вот он выглядит, он у нас что? Он у нас висит на заставке Я пытаюсь его включить Он у меня включается, заставка HTC и тухнет Для МТК это в принципе не новость Но тут важно понимать, вот он хотя бы сейчас висит на заставке Когда мы будем шить МТКшный аппарат через Flash Tool Первый раз желательно снять галочку с Preloader И прошить через Download On или без Preloader В Recover, кстати, тоже не входит Ну мы сейчас еще раз попробуем, конечно, но по-моему не входит Вот, прошиваем без Preloader Если уничтожник прошьется, отсоединяем и заново пробуем уже прошить Черферер Апгрейд с Preloader Иногда достаточно Download On или с Preloader Такая вот фигня у них Достаточно часто это же МТК Попробуем попасть в Recoverer Один раз не получится, ну и фиксим Значит, минус и питание Держим до эквайджа, иногда плюсы питания Держим до эквайджа, экран загорится, питание бросит, а минус продолжит держать Держим долго, пока не появится что-то похожее на Recoverer Если с минусом не срабатывает, то пробуем то же самое с плюсом Вон, пусть он включается Вот, мы сейчас его прошьем на компьютере Если он у нас вдруг прошьется, оживет Я еще покажу на нем Hard Reset Как сделать брос настроек из Recoverer Здесь я вижу, что он у меня перезагружается И Recoverer у меня не включается Вот, попробуем прошить его Значит, у него несколько вариантов прошивки Один, значит, может быть с батарейкой Один, может быть без батарейки Один, может быть без батарейки Зажатый кнопок громкости вниз Ну, попробуем сейчас Ну, все на компьютере на своем покажу, где что взять И попробуем прошить его чистой стоковой прошивкой Которую кто-то снял, ну, как бэкап на 4PDA Не забываем ему поставить плюс карму Открываем тему нашего аппарата на 4PDA HTC Desire 320 Первый читаем важную информацию Про root-права должно быть написано Что если поставили root-права, потом от обновления работать не будут Драйвера и утилита открываем, скачиваем флэш-тул Флэш-тул тут специфический Он в качестве download-агента использует da.svsec файл Не mtk.on1 Вот, качаете драйвера Драйвер можете взять свой, можете мой Прошивки Официальные прошивки я ставлю только официальный кастом Я не ставлю Первую я не использую, потому что тут прямо написано Что она не работает только для портирования Качаю вторую копию только для SP-флэш-тул В инструкциях, если хотите, можете поковыряться Тут вот есть рабочая инструкция для SP-флэш-тул Для устранения ошибок Ошибки очень часто и здесь Вот, в данном флэш-туле Там то флэш-тул не подходит То то, что прошивать его там надо, по-моему, без батарейки Там иногда некоторые модели HTC-шек Надо прошивать зажатой кнопкой громкости вниз И есть еще вторая тема Она также, ну, гуглиться легко Вот наша модель 4PDA Из нее можно уже просто взять там, допустим, прошивка И попадете на GSM Forum У GSM Forum также хорошая тема с этим аппаратом Если что, тут лежит прошивка Она может быть другой Но я вот шил уже той, которую я скачал Поэтому я перекачивать не буду А так вот она, ваша прошивка Качаете все файлы, открываете первый файл И сможете воспользоваться уже своей прошивкой Флэш-тул, по-моему, тоже тут лежал Да, флэш-тул тоже тут лежал Тут он какой-то 3.15 Треть версии и пятая Я, конечно, поставлю его качаться Пусть он у меня будет А вы используете тот, который лежит в теме аппарата на 4PDA Он будет, да, в нашем случае надежней Так, все это дело я сворачиваю В корень диска C Создаем папку без русских букв, без пробелов Пускай у меня будет папка 5 Сюда я положил драйвера свои Ну, можете взять по ссылке в описании Всегда они есть, драйвера для МТК Берете прошивку, берете флэш-тул Все извлекаете, флэш-тул извлекаете Вот он даже по-другому, видите, сек написан То есть человек, который, кстати, если взяли в 4PDA То не забываем человеку ставить плюс в карму За то, что он положил для вас этот архив За его работу Извлекаем флэш-тул, извлекаем прошивку Драйвера Обязательно ставим драйвера Без драйверов ничего происходить не будет Помним У меня они установлены Везде далее-далее Со всем соглашаемся Если драйвер вдруг не поставится То по ссылке в описании есть Мое видео, как отключить проверку цифровой подписи драйверов Отключаете, заново ставите И драйвера должны будут поставить То есть обычная программа Без драйверов ничего не будет видеться В 4PDA не будет красной полоски Не будет инициализации Открываем наш 4PDA В 4PDA файл 4PDA Ждем Он начнет сейчас должен ругнуться В первую строчку добавляем файл da.svsec.bin Обычно мы добавляли вот такой файл mtk.on1 Вот так он выглядит А мы здесь Вот человек даже вам прописал da.svsec.bin Если вдруг он его не видит То нужно указать к нему путь в папке Где он здесь лежит Он обычно лежит Так Вот он Вот он Если что, нужно к нему путь прописать Открываем скаттер файл Идем также в корень диска c в папку 5 Открываем в папку с нашей прошивкой mt6582 Скаттер файл Ждем пока все загрузится У нас стоят все абсолютно галочки Теперь важный момент Я тебе скажу Ну я уже говорил Когда мы его рассматривали Значит первое Если вдруг что-то боитесь И боитесь ушатать аппарат И если вдруг он неисправен с памятью То лучше прошить его без preloader Без preloader шьете Через давно утонули Если все ништяк Тогда заново Ну все После прошивки проверять Что все работало Выбирать firmware upgrade Ставить галочку Чтобы все галочки стояли И жмете download В таком случае он будет сделан Ну полная прошивка будет сделана на нем Но первый раз Если вдруг Вот как у меня в моей ситуации То лучше шить без preloader Но мне его не жалко Риск у меня на него подписан Как я уже говорил Я ему выбираю firmware upgrade И жму download И в выключенном состоянии Подключу телефон к компьютеру Без батарейки По-моему зажатой кнопкой громкости вниз Но это сейчас мы еще подумаем Первый раз я попробую Так как я вам написал Зажимаем на нем минус Батарейка у нас выдернута Как мы помним Батарейку я вытащил И без батарейки Подключаем к компьютеру Если драйвера поставили правильно Пойдет прошивка на компьютере Ждем Если все сделали правильно Все настроили правильно Внизу пробежит красная полоска И пойдет заливка блоков У нас заливка блоков Почему-то не пошла У нас телефон отвалился Ну-ка еще раз попробуем Так, download же еще раз надо нажать Нажимаем download Зажимаем минус Батарейку вытаскиваем Подключаем к компьютеру Так, красная полоска Драйвер подхватился Звук мы слышали Ждем, будет мелкое форматирование Которое без preloader невозможно И потом пойдет заливка блоков Так, пусть он пока нас там Пытается что-то сделать А мы пойдем в диспетчер устройств Правая кнопка на моем компьютере Свойства И посмотрим, какой у нас установлен драйвер Ну, форматирование не происходит Конечно, мы сейчас делаем неправильно Мы телефон отсоединим Но мы попробуем без форматирования Поставим download only Нажмем download Ну, с preloader можно галочку было бы убрать Нам просто не жалко И у нас риск на него подписан И все то же самое Без батарейки Зажатая кнопка громкости вниз Так, еще раз Еще раз Что тебе надо Вот это то, что форматирование не произошло Говорит о том, что у нас проблемы какие-то с памятью Так, ждем, красная полоска Сейчас должна пойти заливка блоков Если все правильно настроили Заливка у нас не происходит Я уже вижу Что мне говорит о том, что у нас все-таки какие-то проблемы с памятью Я, конечно, с ним сейчас еще поковыряюсь Но что-то мне подсказывает Что это проблемы с памятью изначально были И не надо было на него столько времени тратить Я хотя бы вам показал, где взять прошивку Драйвера прошивальщик Как все настроить Ну, а то, что он прошился Это уже не прошился Это уже вина самого телефона Сейчас мы еще с этими ошибками поколдуем Если что-то получится, я запишу Но я сильно сомневаюсь Вот такая неудавшаяся прошивка Он у нас по-прежнему включается По-прежнему висит на заставке Мне вообще вот такое вот поведение И подобные ошибки Говорят о том, что память перешла в режим read-only Только чтение Запись на нее невозможна Можно еще попробовать сделать формат All-play-download Но на этом конкретном аппарате Эта функция беспонтовая И ко всему еще у нас пропадет даже изображение И мы уже человеку Мы сейчас хотя бы дадим сплавим Чтобы никаких вопросов не возникало Они будут изображением Скажут У меня хотя бы изображение было Вот как-то так это все выглядит Все самое интересное, важное и полезное У меня на канале В полисте полезное Попасть можно с главной страницы канала А все аппараты HTC В полисте HTC Вступайте в нашу группу ВКонтакте Ставьте лайк под видео И подписывайтесь на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!